Девушки отдыхают Мигелон делает это нарочно. Ему нравится смотреть, как вы деретесь из-за него. Так он чувствует себя мачо. Что ж, отлично. Девочка, остынь. Нельзя тревожить покои сокших. Мне очень жаль. Мои соболезнованиями. Мои соболезнованиями. Простите меня. Я аж взмок. Они чуть не поскандалили. Мои соболезнованиями. Мои соболезнованиями. Марси очень расстроилась. У этих бессовестных женщин есть удивительная власть над мужчинами. Ой, Йоланда. Чем лучше мы к ним относимся, тем большим взлом они нам платят. Когда они встречают одну из этих, они бегут за ними без оглядки. Кстати, Стебен, это правда, что Франциско собирается купить дом Монике? Откуда ты узнала? Мне необходимо присесть. Эти туфли убивают меня. У меня не было других черных. Ну, траур, вы понимаете. Да, конечно. Я дон Руденсио Хара, к вашим услугам. Приятно познакомиться. Вы предприниматель, да? Я тоже. Неужели? Да. Я владею компанией по перевозкам. Правда, пока у меня только два грузовика. Но представьте, чего мне стоило достичь, такого положения одному. У меня даже помощника нет. Да, да, да. Я понимаю, понимаю. Но, господи, я не оставляю надежды встретить хорошую женщину, понимаете? Потому что вы так счастливы с Моникой, а мы с вами, в общем-то, ровесники. Это вдохновляет. Знаете, жизнь начинается в сорок. Двадцать лет ничто. Как пел Карлитос? Кто? Как? Вы не любите танго? Я говорю о Карлосе Горделе. Ходят слухи. Ты рассказала ей? Да, рассказала. Она моя сестра, и я должна помогать ей. Защищать ее права. Я просил тебя не расстраивать ее. Пожалуйста, не ссорьтесь. Я просто хочу знать, Франциско точно решил сделать это? Не знаю. Он не говорил тебе? Я рассказал об этом Алехандро, но его ничто не интересует, кроме выпивки. Хоть он и женится на Марсе, он все еще помешан на Марии Эмилии. Мария Эмилия. Доктор Масселя. Мои соболезновая. Спасибо, доктор. Примите мое искреннее сочувствие. Спасибо. Присаживайтесь. Нет, нет, нет. Не волнуйтесь. Я сяду там. Садитесь. Спасибо. Даже не думай приближаться к официантке. Знаешь что, вы обе достали меня. Я лучше пойду. Нет, любовь моя, ты никуда не пойдешь. Мне кто-то позвонил и сообщил. Я попросила своего брата позвонить вам. Вы были так добры к моей бабушке. Я никогда бы не простил вам, если бы вы не сообщили. Вы не представляете, как много для меня значит быть с вами в такую минуту. Я знаю, как вам тяжело, Мария Эмилия. Мои глубочайшие соболезнования. Я оскорблю вместе с вами. Спасибо, Александр. Я узнал, что у Дони Хосефина был приступ, что она была в больнице, но я думал, что ей уже лучше. Ей было лучше. Состояние стабилизировалось. Все случилось внезапно. Я просто пришел поддержать тебя немного. Спасибо, Александр. Мария Эмилия, вы слишком бледны. Вы ели сегодня? Нет, нет, доктор. Что мне принести вам? Ничего, ничего, доктор. Мне не хочется. Вы должны поесть. Вы можете заболеть. Не позволяйте скорби подкосить вас физически. Доктор, мне правда ничего не хочется. Ладно, мы немного подождем. Только учтите, я никуда не уйду, пока вы не поедите чего-нибудь. Это я вам как врач говорю. Привет. Как ты? Привет, Лаурита. Не ожидал встретить тебя. Почему? Я женщина Мегелона, а он друг твоей бывшей невесты и ее семьи. Он вырос вместе с ними. Я до сих пор не могу понять, как ты осмелилась принять такое решение. Алехандро, ради Бога, не читай мне нотации. Во что превратится твоя жизнь? Я просто живу. Меня не интересует, что будет потом. Моя бывшая жизнь кажется мне теперь фальшивкой, ночным кошмаром. Кстати, дядя Франциско здесь. Не хочешь сесть рядом с ним? Нет, не хочу. Это позор для моего отца. Он пришел сюда ради Моники. Почему бы нам не уйти отсюда? Твой сын не выразил мне соболезнования. Это не моя вина? Нет, конечно. Знаешь, по-моему, мне лучше уйти. Я уже отметился. Нет. Я не позволю тебе, Франциско. Ты будешь со мной, пока я здесь. Хорошо. Хорошо. Ой, простите. Это вы. Вы тот сеньор, который встречается с Моникой. Теперь, когда мы познакомились, скажите, у вас серьезные намерения по отношению к этой девочке? Конечно, сеньора. Да, но вы все еще женаты. Я уже развожусь, сеньора. Боже, милостивый. Теперь я поняла. Отношения Марии, Эмилии и Алекандры испортились из-за этой проблемы. Вы хорошо осведомлены. Конечно. Болтаю тут с вами, а сама даже не представилась. Очень приятно познакомиться с вами. Я из Телита Санчес, владелец ресторана Лаларитана. Да, мать Мерседес, девушки Мигелона Гомеса, этой свиньи, которая сейчас живет, с вашей племянницей. С моей племянницей? С вашей племянницей, конечно. С этой блондинкой. Как ее там? С луритой. С ней. Боже мой. Оставить семью, чтобы пойти за этим бездельником. Но больше всего меня расстраивает то, как подло он обошелся с моей дочерью. Когда он...